друзья всем добрый вечер меня зовут павел я редактор канала акции китая china stocks сегодня 24 октября воскресенье и мы поговорим о том что происходит интересного по китаю экономики китая и по китайским компаниям начнем с того что посмотрим какие у нас интересности были за эти выходные в телеграм-канале по выходным мы делаем разборы китайских компаний и сегодня мы сделали разборы графиков компании вип-шоп the education alibaba и полноценные компании разборы компаний чай на лайф и саху и вейбо что такое разборы графиков это мы делали первый раз это наше мнение как будет ближайшее время и и далее двигаться графики это такая немножечко фантазия на тему потому что никто не знает что в будущем будет точно происходить но это наше мнение сделали разбор вип-шоп и расписали почему мы так будем двигаться на наш взгляд сделали разбор the education то же самое на часовиках на дневке и на недельке и на компанию alibaba тоже самое на свеке на дневке и на недельке внимательно заходить смотрите уже наш телеграм-канал и пару слов я выскажусь по тех анализу в конце этого выпуска и сделали разборы более полноценной компании вейбо саху и чай на лайф здесь уже все подробные данные по сервисам аналитики наше мнение наша стратегия разбор графика и все различные интересные данные чем если вас интересуют такие компании заходите и читайте нашим телеграм-канале это мы делали в субботу поэтому смотрите за 23 октября посты сегодня же мы уже делали разборы новостей разобрали самые актуальные новости за сегодняшний день и вчерашний день и давайте уже перейдем к нашему основному контенту этого видео и так если посмотреть как у нас закрылись рынке в пятницу то большинство китайских компаний показывала негативную динамику только либо волна с небольшом плюсе и надо в плюсе или авто и некоторые другие компании но в большинстве случаев компании показывают некоторые минус но такой не очень существенным в рынках районе 1 1 максимум 2 процентов и не более то есть такая коррекция но если мы посмотрим в рамках недельного интервала то китайской компании в основном показывают неплохой такой рост байду выросла вообще на 8 процентов либо ба тоже сильно выросла поэтому в рамках недели в китайской компании показывают рост и это хорошо что касается важных данных на следующей неделе то у нас ничего такого не предвещается по экономическому календарю разве что во вторник объем экспорта и импорта более-менее значимые данные в остальные дни никаких значимых данных по экономическому календарю в китае не выходят но на сегодня по такому началу это все сейчас мы посмотрим новости по китайским компаниям которые выходили с пятницы по сегодняшний день по 24 октября и в конце я разберу краткий тех анализ по основным китайским компаниям и так начнем с того что посмотрим статью про пин дуду это аналитическая статья и давайте я зачитаю основные моменты из этой статьи пин дуду конец наконец прибыльный рост 40 процентов плюс кадр и абсурдно дешевый детали этой статьи компания пин дуду было невероятно нестабильный 2021 году ее акция резко упали однако когда все было сказано и сделано компания не только начала расти очень быстрыми темпами но что возможно более важно прямо сейчас она наконец-то дала инвесторам взглянуть на свой профиль прибыльности пин дуду только что отчиталась о своем первом квартальном прибыльном квартале а также показала что маржа операционной прибыли составила 14 процентов что является впечатляющим достижением по сравнению с ее результатами в первом квартале 2021 года цена акции пин дуду было невероятно нестабильной и невероятно останется таковой по крайней мере до тех пор пока аппетит инвесторов китайским акциям не вернется когда вы таки интересная статья делаем оценку этой статьи аналитика 8 из 10 актуальность 9 из 10 и вода 15 процентов следующая статья нас новость про компанию диди диди глобал что листинг в гонконге может означать для акций и детали этой небольшой статьи акции диди глобал растут после того как у вал стрит журнал сообщила что компания занимающийся пассажирскими перевозками изучает возможность листингов в гонконге листинг гонконге будет означать что потенциальное исключение из листинга сын к сша если оно будет вызвано правительством пекина или по собственному желанию вызовет меньше проблем для американских или других инвесторов стремящихся обменять акции вот такая новость для диди и давайте посмотрим ее мы перевели 22 октября то есть в пятницу но сама новость выходила в четверг поэтому рост и диди был у нас в четверг давайте посмотрим как это было так тикер диди и в четверг компания росла на 14 практически 15 процентов и вот именно об этом и говорится в новости но уже в пятницу акция скорректировалась на практически 7 процентов упала следующая новость у нас про компанию by dance который принадлежит тик ток источники сообщают что apio by dance вероятно будет отложена до конца 2022 года и позже из-за непределенности нормативно правовой базы в китае и детали этой статьи by dance владелец популярного приложения для коротких видео тик ток может отложить публичное размещение акций до 2022 года после того как будет устранены нормативные препятствия в китае поскольку усилие правительства по разработке новых правил обработки данных все еще продолжается маловероятно что базирующаяся в пекине компания основанная китайским предпринимателем джан имей имени почти 10 лет назад сможет быстро получить одобрение на первичное публичное размещение акций также есть информация что власти посоветовали by dance который в начале этого года добавила представители правительства совет директоров своей основной начальник компании не спешите с выходом на биржу такая вот новость следующие две новости нас будет про компанию evergrande эта новость у нас еще вышла в пятницу а следующие уже в эти выходные чайный evergrande выделяет средства для выплаты процентов и предотвращения дефолта компания представилась предоставила средства для выплаты процентов по долларовым облигациям за несколько дней до крайнего срока когда девелопер может погрузиться в формальный дефолт девелопер а времен обремененные обязательствами на сумму 300 миллиардов долларов сша должен будет произвести платежи по ряду других облигаций с следующими основным со следующим основным сроком чтобы избежать дефолта 29 октября и мало известно о том сможет ли он заплатить следующий крайний срок выплаты evergrande 29 октября с истечением 30 30 дневного льготного периода покупал 29 сентября следим за этой компанией на ней может происходить негативные движения рынков если вдруг она манкротится ну это вполне вероятно следующая новость тоже про нее в грант остается на грани несмотря на предстоящие на предотвращение дефолта и детали этой статьи выплата долга не меняет шаткого положения evergrande льготный период для выплаты процентов в размере 40 7 с половиной миллионов долларов сша истекает на следующей неделе а следующем году наступает срок погашения ряда выплат по основной сумме долга чайного grant предотвратил дефолт выплатив последний момент проценты по долларовой облигации но сложная финансовая среда которая привела ее кризису вряд ли улучшится ближайшее время в пятницу китайские сми сообщили что основатель evergrande заявил на внутреннем заседании что компания значительно сократит развитие недвижимости и завершит переход от недвижимости к автомобилям на новой энергии еще у нас сегодня публиковали в телеграм-канале в нашем чате еще некоторые подробности про чайный evergrande обременно долгами китайская компания evergrande возобновляет работу над более чем десяти проектами в сфере недвижимости выгран добавил что его усилия по обеспечению строительства укрепят доверия рынка и включил несколько фотографий строителей на разных проектах с отметками времени и даты 2 по величине застройщик в китае в прошлом месяце также пообещал потенциальным покупателям завершить строительство их домов и сказал что работа на одном из крупных из крупнейших футбольных стадионов в мире южном городе гуанчжоу продолжаются по плану так то есть вот такая вот позитивная новость есть по evergrande но посмотрим чем у нас отроится в понедельник рынке будут ли они вообще реагировать на новости по компании evergrande или вообще не заметит все эти движения китай намекает что борьба с технологическими гигантами подходит к концу такой приятный заголовок думаю многие этого очень хотели главный финансовый регулятор китая заявил что ожидает значительного прогресса в продолжающемся преследовании финтех компании до конца года усиливая предположение о том что компания пекина по обузданию своих технологических гигантов может отступить компании положительно отреагировали на указания и около половины предложенных исправлений уже реализованы тем не менее га пообещал ввести строгие правила и разрушить монополии заявив что недобросовестная конкуренция продолжает сохраняться в некоторых областях финансовой индустрии китая поэтому наверное компании с финансового сектора нужно иметь ввиду что они могут попадать еще в какое-то ближайшее время следующая новость байден вызывает замешательство своей приверженностью защите тайваня от атак пекина и детали этой статьи президент сша джо байден заявил что соединенные штаты встанут на защиту тайваня в случае нападения китая на самоуправляемый остров что вызвало недоумение относительно того остается ли у администрации приверженной давней политики стратегической двухсмысленности сша комментарий байдена второй раз за последние недели возле вопросы по поводу приверженности в администрации принципы стратегический двухсмысленности в августе он сказал об айбиси news что сша ответят в случае нападения китая на тайвань назвав себя мировым лидером проводившим больше всего времени с сизин пином байден подчеркнул что не хочет экскавация скалация напряженности в отношениях с китаем вторя замечанием сделанном в его сентябрьском обращении к генеральной ассамблее он такая уже не самая позитивная новость для китая посмотрим как будет развиваться этим событием далее следующая статья китай подталкивает производителей электромобилей к усилению ответственности за проблемы качества в среду министерством промышленности и информационных технологий выпустил проект руководящих принципов призвав производители электромобилей внимательно следить за своими поставщиками аккумуляторов и программного обеспечения регулярно оценивать их и заставлять их повышать безопасность аккумуляторов руководство даже предлагается чтобы автопроизводителя разработали комплексные системы мониторинга и управление безопасностью чтобы они могли непрерывно диагностировать данные транспорт а транспортных средствах реагировать на чрезвычайные ситуации в любое время и среди прочего углубленно анализировать инциденты китай хочет что производители не след большую ответственность за проблемы качества связаны с аккумулятором и системами управления в результате многочисленных отзывов из-за инцидентов из-за проблем с безопасностью такая вот новость не самая позитивная для производителей электромобилей но скорее всего она не очень сильно повлияет на акции китайских компаний таких как него для авто и так далее следующая новость в китае принят закон снижающие давление на учащихся при выполнении домашних заданий и детали это статьи статья вероятно может каким-то образом повлиять на компания the education new or rental галту тюхеду и другие образовательные компании этого сектора детали в китае принят закон об образовании который направлен на сокращение двойного давления заключающегося в выполнении домашних заданий и вне классных занятий на основным предметом новый закон который не был опубликован полностью возлагает на местные органы власти ответственность за снижение двойного давления и просит родителей выделять время своих детей на разумный отдых и физические упражнения тем самым снижая давление и избегая чрезмерного использования интернета принципе здесь ничего нового нету все что в этом на чем могли упасть образователи китайские компании уже упали и все уже в цене все эти новости уже в цене поэтому я не думаю что в понедельник на этом хоть как-то отреагирует компании the education галту тюхеду и new or rental следующая статья общее процветание си цзиньпина заставляет уолл-стрит переосмыслить риски китая и детали этой статьи через неделю после того как подробности нового политического лозунга президента китая си цзиньпина общее процветание были опубликованы журнале коммунистической партии инвесторы новострит приходит к пониманию того что самая густонаселенная страна в мире возможно находится на совершенно ином пути чем раньше аналитики считают что политика пекина негативно влияет на рынке а планы по всеобщему процветанию могут привести к всеобщей бедности как некоторые из них заявляют в конечном счете это может быть конец одной эпохи реформ когда китайская экономика росла поразительными темпами а миллионы стали богатыми началом другой в которой социальные компоненты политики партии более напрямую связано с китайской экономической политикой вот такое мнение него тоже нужно учитывать в никей азии написали японское издание и это тоже нужно иметь ввиду что такое тоже возможна следующая статья тоже негативно а масса от вышел выходные ряд негативных статей но мы приводим все нас нету какой-то единый мнение что нужно только позитив переводить переводим все негатив-позитив все важно все нужно учитывать и так третий квартал стал самым жестким для крупнейших компаний Китая. Деталь статьи. Сочетание сырьевой инфляции и слабых потребительских расходов сделало третий квартал тяжелым периодом для крупнейших компаний Китая, поскольку в секторах недвижимости, сельского хозяйства и производства электроэнергии ожидается худшее падение прибыли. Общий рост в годовом исчислении будет разочаровывающим, что подчеркивается сравнением с прошлогодней высокой базой, когда Китай был единственной крупной экономикой, которая росла на довакциональной стадии пандемии. Жесткие меры Пекина в отношении технологического сектора и растущий долговой кризис среди застройщиков с высокой долей заемных средств усугубляют тусклый СИЗО. Вот такая у нас негативная статья от Бумберга. Детали читайте уже в этой статье во всех красках. Следующая статья у нас тоже негативная. Китайская экономика рискует более глубоким замедлением, чем осознают рынки. Статья тоже из Бумберга. Да, Бумберга у нас в последние дни пытается негатива добавить. Итак, детали этой статьи. Экономика Китая рискует замедлиться быстрее, чем ожидают, осознают инвесторы, поскольку председатель Си Цзиньпин пытается сократить экономическую зависимость от недвижимости и регулировать секторы от образования до технологий на фоне нехватки электроэнергии и пандемии. Банков Америка и Сити Групп относятся к числу тех, кто предупреждает, что рост в этом году не достигнет 8,2%, ожидаемых по предположениям экономистов. Они предупреждают, что спад может продлиться до следующего года, что приведет к росту ниже 5%. Если не считать 2,3% в 2020 году, это будет самый низкий показатель за 3 десятилетия по росту Китая. И действительно такое вполне может быть. И следующая статья, последняя на сегодня. Для вероятного нового лидера Германии Улафа Шольца Гамбург находится в центре растущей дилеммы по поводу Китая. Статью написали у нас издание СЦМП. Ага, написали в Блумберге, а видимо СЦМП перепечатала. Опять у нас Блумберг. Посмотрим, что они здесь пишут. Дилемма состоит в том, могут ли экономические связи сделать Гамбург уязвимым для капризов политики великих держав, поскольку напряженность между США и Китаем распространяется на глобальные цепочки поставок. Его статус крупнейшего порта Германии также ставит его в центр более широких дебатов о роли страны как политического тяжеловеса Европы и мирового экспортера номер три. С проблемой сохранения хрупкого баланса торговых связей и интересов новое правительство Германии столкнется с самого начала. Поскольку администрация Байдена оказывает давление на Европу, чтобы она более четко согласовывала свои шаги с США и ее противостоянием с Пекином, Шольц немедленно подвергнется давлению, чтобы показать свою позицию в вопросе, который госсекретарь Энтони Блинкен назвал величайшим геополитическим испытанием в мире. Вот такая вот новость. Вероятно, нас ждут новые интересные события по политическим противостояниям с Китаем, США, Европой, Германией и так далее. Но это будет в будущем. Мы об этом, естественно, поговорим, когда все будет происходить. Ну давайте теперь перейдем к основным разборам китайских компаний. Итак, Alibaba. Смотрим часовик. Более вероятен по техническому анализу падение с текущих. На такой уровень ПРС, где, в принципе, есть вероятность и роста, и падения. Такая серединка. Отсюда может пойти в любую сторону. Но чуть больше потенциал падения, чем роста. На дневках у нас тоже ограниченный потенциал. Скорее всего, будет какой-то боковичок или небольшое падение. Но более подробно читайте уже у нас в Telegram-канале. Как я ранее говорил, у нас был разбор графиков по компании VipShop, Taude Decretion и Alibaba. Поэтому, если интересуетесь моим мнением по то, что будет происходить на графике в ближайшее время, читайте у нас в Telegram-канал. Компания JD.com на дневном интервале уже показывает коррекцию. Вероятно, она продолжится. Не исключу, если она сходит даже до этой грани. Примерно 10% ниже, чем находится сейчас. Примерно до 74,5 долларов. Что касается числового интервала, то да, у нас коррекция. И думаю, что как минимум мы дойдем до уровня 79,5 долларов. У нас здесь уровень поддержки есть. И после этого, вероятно, может распродолжиться какое-то время. Но после этого, скорее всего, опять будем падать. Потому что на дневках нам нужно хорошенько скорректироваться по компании JD.com. Следующая компания Pintu. Здесь на дневках есть потенциал роста. На часовике у нас тоже как у Alibaba. Такой уровень, где примерно 50 на 50 сейчас. Можем как и расти, так и падать. Но вот закругляющаяся такая вот штучечка говорит, что больше вероятность роста. Но осциллятор у нас говорит о том, что больше падения. Да, такое не самое хорошее место для входа в акции. Потому что, ну, прям серьезно, 50 на 50 по часовику. Компания VipShop. Ой, как я не люблю, когда все компании находятся вот в таком положении. 50. Тут как и рост, так и падение. Итак, здесь тоже закругление небольшое. 51% за рост, а 49% за падение. По осциллятору у нас более вероятность падения. Поэтому такой вот не самый надежный прогноз. Но какой есть. Другого сейчас я не могу сказать. На дневках у нас сохраняется небольшой потенциал роста по компании VipShop. И да, так мы уже пересекли эту линию. То есть вполне такая вероятность, как и порасти, так и протестировать вот эту вот линию поддержки. 11 долларов 60 центов. Поэтому сейчас так 50 на 50. Но тоже компания VipShop я разбирал график. Заходите в телеграм-канале. Смотрите мое видение. Как будут торговаться акции. Как будет у нас в рамках часыка. В рамках дневного интервала и недельки. Заходите, смотрите. Там все в деталях. Мое мнение я высказал. Компания VipShop. На дневном интервале у нас коррекция намечается. И она тоже довольно-таки большой может быть. Например, она может сходить на 15% ниже от текущего уровня. Что касается часыка. То да, у нас коррекция идет. И осциллятор, и RCI. Более вероятно продолжение падения. Компания Momo. Небольшая коррекция произошла. Даже в минусе закрылись. И более вероятно, что коррекция продолжится. Чтобы вот этот RCI все-таки уже так хорошенько разгрузился. Осциллятор тоже у нас за коррекцию. За небольшое падение. Например, мы сходим к уровню 12 долларов 70 центов. Который у нас сейчас уровень поддержки является. Где-нибудь здесь потопчемся. И вполне вероятно, что распродолжится. Давайте посмотрим на дневках. Тут у нас на дневках уже нет потенциала роста. Поэтому вполне вероятно, будет какая-то коррекция. Возможно, более длительная. Возможно, мы вот по этой грани длительного клина нисходящего пойдем. И после того, как по RCI графика отдохнет. И после этого продолжится какой-то рост. Поэтому, по-моему, сейчас больше потенциал падения. Тенцент. На дневках у нас уже крайне маленький потенциал роста. Скорее всего, тоже падение на часовике. Такой момент, когда может продолжать расти. Но более вероятно, тоже коррекция. Асциллятор тоже за коррекцию говорит. Компания Bilibili. По часовику у нас идет коррекция. И вероятно, продолжится асциллятор тоже за коррекцию. Вероятно, уровень 80 долларов мы точно протестируем. А уже пойдем ли ниже. Посмотрим дальше. В другие дни. Компания Joy. По часовику мы уже неплохо скорректировались. И здесь уже более вероятный потенциал роста. Но если все остальные китайские компании будут падать, то, скорее всего, Joy тоже не останется в стороне. И тоже будет показывать свои падения. Но по технике мы уже, по компанию Joy, больше рост на часовике. На дневке мы стояли на серединке и стали падать. Скорее всего, здесь тоже какая-то коррекция намечается. Компания Tencent Music. Которую я добавил для того, чтобы рассказать о том, что в прошлую пятницу я сделал небольшую покупку по этой компании. И вот почему. Потому что такая у нас линия падающая есть. Мы ее пробили. И, на мой взгляд, есть, вполне потенциал дальнейшего роста. Поэтому на этом уровне я купил на полпроцента депозит акции компании Tencent Music. И решил вам об этом тоже рассказать. Возможно, кому-то это будет интересно. Но по технической картине у нас есть небольшой потенциал коррекции. И на дневниках у нас продолжается еще небольшой потенциал роста. Но если это разворот, то мы можем увидеть рост, несмотря на ограниченный RCI. И можем увидеть рост, несмотря на все технические ограничения. Теперь компания EleAuto. На дневках у нас потенциал коррекции намечается. Хотя выглядит все очень обычай. И если какие-то новости будут продолжать выходить позитивные, то вполне и будем расти. Но вот по технике это не самое лучшее место для покупок акций. Потому что у нас есть такая вот нисходящая линия. Мы в нее ударились. И как бы можем дальше падать. Потому что по RCI на дневках уже роста практически нет. Ну в общем, такое вот не лучшее место для входа. Но и вполне возможно, что и дальше будет расти. На часовике у нас такая же вот тема, как по Момо. У нас бычий такой рост. И коррекция обязательно будет. Вопрос в том лишь когда. Возможно ли она будет в понедельник. Или продолжится этот такой вот жор и бычий рост. Но если коррекция будет, то она как минимум скорректируется до 31 доллара, где уровень поддержки. А максимум намного для 28 долларов. После этого, скорее всего, продолжится рост. Компания NIO. На часовике у нас уже показывается потенциал роста. Неплохо скорректировались. На дневном интервале. А вот здесь негативчик. Скорее всего, потенциал падения. То есть, возможно, у нас будет какой-то небольшой отскок по NIO. И вероятно, дальше продолжится падение. Потому что на дневках нам нужно скорректироваться. Компания Xpeng. На дневном интервале тоже здесь у нас за коррекцию. На часовике. 50 на 50. Можно как вверх пойти, так и вниз. Но если на дневках мы за коррекцию, то более вероятно, что Xpeng будет падать. И последняя компания TAUDUCATION. Разбор этой компании я тоже сделал вчера в Telegram канале. Графика. Если вам интересно, заходите, читайте. Но сразу предупреждаю. Любой прогноз по компании TAUDUCATION и образовательным компаниям. Это такое шаманство, по большому счету. Потому что никто не знает, что будут китайские власти с этими компаниями делать. Поэтому такой не самый надежный именно по этой компании прогноз. Тем не менее. По часовику у нас 50 на 50 примерно, к сожалению. Когда такой позиции, я не могу что-то другого сказать. Но по осциллятору у нас все-таки западение. Поэтому чуть большая вероятность падения, чем роста. И уровень 5 долларов 10 центов будет у нас таким важным моментом. Если мы его пробьем, то есть потенциал дальнейшего сильного роста. На дневном интервале компания TAUDUCATION показывает большой потенциал рост с текущих позиций. Вот такой анализ. Если подытожить, то больше 100 китайских компаний у нас показывает потенциал падения в рамках 1-2, наверное, дней. И, возможно, где-то со среды или чуть позже. Если сильно будут китайские акции падать в ближайшие два дня, то, вероятно, где-то тоже к среде мы можем дойти по RCI на часовики и дневках в такой момент, когда уже, возможно, продолжится рост этих компаний. В лучшем случае я ожидаю боковика. И это будет самый идеальный сценарий, чтобы RCI разгрузился и мы после этого могли продолжить свой рост. На сегодня это все, что я, наверное, мог рассказать. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео.